Первый этап конкурса МИС Уголовная Исполнительная Система 2017 завершился в ДК Гагарина. Конкурс проходит раз в пять лет. В нем участвуют сотрудницы системы исполнения наказаний со всей страны. Девушки соревновались в огневой, строевой и физической подготовках, показывали свои творческие способности. Всего в этом этапе принимают участие 18 сотрудниц из разных городов Московской области. Сегодня вот в этом зале у нас проходит вот такое вот большое, очень ответственное мероприятие. Девушки очень готовятся. Сегодня вот творческая программа, она будет состоять и из офицерского бала, и из представления, и из творческой программы. Будет конкурс УИС Кино, то есть девушки записали ролики о себе. То есть сегодня будет вот такое вот очень интересное и женство, и в то же время такое ответственное мероприятие МИС Уголовная Исполнительная Система. Как и в любом конкурсе красоты, перед выходом на сцену девушки поправляют макияж и повторяют программу. Для каждой из участниц конкурс – это серьезный и волнительный этап, возможность попробовать себя в чем-то новом. Представлять свое учреждение – это очень большая честь для меня. Попробовать себя в новой роли, в роли на сцене – это очень приятно. Я считаю, что это очень достойно и почетно. А как долго вы готовились к конкурсу? Вы знаете, времени на подготовку было катастрофически мало. Мы постарались сделать все, что было в наших силах, но это был практически экспромт такой. Какой для вас этап конкурса кажется максимально сложным? Что вот вам сложнее всего? Даже очень тяжело сказать, потому что все этапы, они по-разному и сложные, и легкие. Ну, возможно, это офицерский бал. У каждой конкурсантки были болельщики. И даже если что-то не получалось, с поддержкой зала сотрудницы исполнительной системы исполняли подготовленную программу с достоинством. Алина Ромашкина, Кирилл Гемельянов. Программа «События».